приветствую всех искренне любящих господа иисуса христа хочу сегодня поделиться с вами о прекрасной теме и эта тема будем называть эту тему юбилейный рок или юбилейные трубы господь приказал моисею в книга числа в 10 главе чтобы он приготовил трубы трубы назначались для определенных собраний для битвы войны или там для похода для разных вещей и псалмопевец говорит что блажен народ который распознает звук трубы после павел говорит что если труба будет не не определенно звучать кто приготовиться к войне здесь два фактора два момента первое что труба должна была звучать звучать ясно четко понятно и второе положение что человек который слышал голос звук трубы должен был разуметь для чего эта труба звучит если для войны значит и они просто спокойно собираются на собрание то враг убьет всех их если для собрания они готовятся к сражению то там будет неразбериха поэтому люди должны были определенно отличать звук от звука второе мы замечаем в книге левит что бог дал израильскому народу определенные праздники из которых один праздник назывался праздником труб этот праздник отличался от других удивительным действием во время этого праздника то есть через 7 умножить на 7 лет 49 лет и в 50-х год должны были трубить этими трубами это это были юбилейные трубы которым бог определенно говорил что бог прощает все долги и там люди которые взяли в долг и имели долги они уже понимали что у них больше нету долгов а люди которые дали долг они понимали что у них больше нету должников вот это был очень важный праздник и люди этим радовались это было великое радость счастья для каждого человека в чем была суть этого праздника в том что бог этим праздником показывал свое естество свой суть нам что бог прощающий что у бога великое сердце что все помешаются вмешаются в боге давайте посмотрим так что когда бог приказал моисею идти к фараону и сказать отпусти израиля моего первенца чтобы он приходил ко мне в пустыню чтобы принести жертву обращайте внимание что бог называл израильского народа первенцем человек который имеет единственного сына он не может никаким образом практически фактически называть его первенцем он может его называть единородным но не первенцем но если у человека минимум хотя два сына он может первого своего сына называть первенцем поэтому бог когда моисея сказал иди скажи израиль мой народ первенец мой не моисей и не израильский народ они не поняли этого они не поняли что бог кроме израильского народа еще имеет сыновей то есть если другие народы это сыновья бога живого что бог любит их также как и любит израильский народ но он избран израильский народ хотел через этот народ распространить свой свет свой свет над всей землей. Чтобы люди встречались через израильский народ с Богом. В данном положении ты – верующий человек. В данном положении ты представитель Бога на земле. И любой человек, который встречается с тобою, фактически он должен встретиться с Богом. Потому что ты должен быть наполненным, исполненным Богом настолько, чтобы люди, встречаясь с тобою, они ощущали, что ты небесный человек на земле. И через тебя познать Бога, чтобы свои души, свои сердца открыть перед Богом. Но, к сожалению, Израиль этого не понимал. И вот, когда Бог приказал уже перейти Иордан, и через Иисуса на Вене они перешли Иордан в Галгале, подошли уже к Иерихону. Иерихон был первым городом, который нужно было взять. Бог дал такое приказание, чтобы шли впереди вооруженные люди. Потом поставил семь смещенников, которые имели трубы. И эти трубы были юбилейные, чтобы они трубили. И за ним шел весь народ израильский. Итак, каждый день по кругу они вращались вокруг города. Потом уже в седьмой день семь раз должны были вращаться, и трубы трубили постоянно. Люди, которые находились внутри Иерихона, они не понимали звук этой трубы. Так почему же они звучали? Во-первых, они звучали ради только для того, чтобы люди, вот этот звук, они могли принимать и понимать, что Бог прощает. Чтобы эти люди открывали ворота своего города. Ворота города – это как бы предзнаменование их сердец. Они должны были свои сердца открыть перед Богом, и они были бы спасены. Израильский народ этого не понимал, думал, что нужно уничтожать. А Бог именно, разумея то, что нужно спасать, вот почему вывел израильский народ туда. Чтобы спасти этих людей. То есть, квасит все тесто. Если они нечисто живут, чтобы они, видя жизнь в чистоте и святости израильской в народе, они могли жить именно так, как они живут. Чтобы они, когда увидят богобоязненное житье израильского народа, они жили богобоязненно перед Богом. Однако Израиль не только не хотел исполнить это, но и не оставался в богобоязненной жизни и в чистоте, наоборот, осквернял себя. А Бог хотел спасти. Почему? Там люди закрылись и не хотели открывать. Но, когда два соглядатая вошли в этот город и пошли, чтобы спрятаться у одной блудницы имени Мрахав, она сказала, что мы услышали, что Бог иссушил реку и ордан перед вами и все эти земли отдал под руку вашу. Поэтому боимся. И дайте мне слово, что когда вы придете сюда, то из-за того, что я вас защищаю, вы не будете предавать мечу ни меня, ни тех людей, которые будут у меня в доме. Они дали слово и точно они исполнили это слово. Когда стены Ерихона упали до основания, вот кроме той части, в котором жила Мрахав-блудница, они пошли, открыли двери ее дома и всю ее родню, которые собрались там, и ее вместе привели к Иисусу Навину. И Иисус Навин не дал никому их трогать. Они вошли и интегрировались внутри израильского народа, и они стали израильтянами. Они поменяли свое житё, они стали абсолютно другими людьми, уже стали Израилем. Бог именно хотел это житё. Бог именно этого хотел, чтобы люди спаслись. То есть, когда с тобой встречается какой-нибудь человек, этот человек может быть и блудницей, и блудником, и вором, и человекоубийцей, и хоть кем-то. Но этот человек, увидев твою жизнь, этот человек должен меняться и открыть свое сердце перед Богом. Если это не случается, это уже дело Бога, это не твоя компетенция находится, как с ним поступать. Но в твоей компетенции есть то, чтобы ты показал Бога. Не искусственно, а естественно. Потому что если внутри тебя есть свет, этот свет обязательно будет озарять, а спешать человека. Если внутри тебя есть соль, этот соль даст вкус человеку, жизненный вкус. И этот человек по этому вкусу и подойдет, и приблизится, и откроет свое сердце перед Богом. Ещё был такой народ, который, когда услышал, то есть, вот израильский народ, как большая труба Божия, и жизнь этого народа, как труба трубила на земле. И вот эти народы, этот народ тоже услышал звук этой трубы и понял, что да, есть один единственный Бог, его зовут Иогова, и они решили войти в завет с этим Богом. Они согласны были с законами этого Бога, что это были добропорядочные законы, и это вполне было по человеколюбию. Они пришли и как бы хитрым путем вошли в контакты в завет с израильским народом. Это были гавовнитяне, но они от всего сердца пришли. Они реально хотели иметь завет с Богом. И когда потом уже народ узнал, что это ближайший народ, хотели их убить, но Иисус, наверное, спас их, потому что уже они заключили завет с ними, и Он дал им проклятие. Посмотрите, какое проклятие, и как Бог защищает человека, который приближается к Богу. Народ не понимал, народ не понимал, что если эти люди открывают свои сердца перед Богом, нельзя их проклинать, а народ, однако, проклинает. Это удивительно. И Иисус, наверное, проклял таким проклятием. Проклятием вы прокляты. Отныне будете нести воду, черпать воду, и колоть дрова для народа Божия и для жертвенника Божия. И это уже не проклятие, это величайшее благословение для любого правильно мыслящего человека. Какой христианин, какой верующий не желает служить Богу и народу Божию? Это величайший дар, это священство перед Богом. Не будучи от Израиля, не будучи из колена Левина, они получили священство, чтобы возможно было служить у жертвенника. Это нечто чудесное. Потом мы будем замечать, что после плена, когда возвратились в книге «Не имея в третьей голове», мы замечаем, что гаваунитяне настолько были интегрированы внутри Израиля, что они вместе с ними были в плену. И при возвращении из плена они получили доступ и благодать строить стену Иерусалима. Это видно, там написано конкретно, что вот эту часть стены строили гаваунитяне. И в другом месте мы читаем в книге «Царств», что Давид, когда увидел, что несколько лет продолжается голод в стране, он спросил у Господа, почему это? Потом Господь ответил, это из-за того, что я наказываю этот народ, что через Саула они подняли руку на гаваунитян. То есть Бог защищал гаваунитян, как защищает Израиля. Даже израильскому народу не позволял мстить или каким-нибудь ущемлять народ гаваунитян, потому что они открыли своя сердца перед Богом. Открыть сердце перед Богом любой народ мог, но этот народ должен был соглашаться с законом Божиим. Бог, который давал аморальные законы, чтобы жить здесь на земле. Сейчас амораль настолько распространилась, сейчас такое время, что тьма, сгущенная тьма, понимаете, как бы вот эта густота греха поднялась на широту земли. Демоны воплотились внутри людей. Грех царствует, и люди как бы возвышают вот это греховное состояние. А потом думают, почему мы так живем, почему мы много болеем, почему столько смерти вокруг нас, потому что никто не боится Господа. Страх Господень – это величайший дар, который Бог дает только тогда, когда человек просит у Господа. И вот когда человек слушает трубу Божию, и эта труба звучит как труба юбилейная, человек должен нараспашку открывать свою душу, свое сердце перед Господом, чтобы Господь вошел туда и вечерю свою сотворил. Как написано, «Сея, я стою и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и вечерю с ним сотворю». Ерехунцы не открыли свое ворота перед Богом, и они за это заплатили. Если сегодня я и ты слышим голос трубы, звук трубы Бога живого, который трубит как юбилейный рок, и не открываем свои сердца, придет время, когда времени больше не будет. Придет момент, когда мы уже не сможем, не получим возможность и шанс покаяния. Но сегодня, каждый день, 24 часа, Бог дает мне и тебе власть над этим днем, изменить свою жизнь, изменить к лучшему. Все негативные пути, все характерные черты человеческие, которые были в нас в негативном смысле, все это поменять, привести перед Господом, положить на жертвенник и просить с Бога, чтобы нам приобрести характер и образ Иисуса Христа, чтобы Бог вначале положил во своей власти, чтобы мы имели это. Согласно римлянам 8 главе 29 стиха, Бог предназначил нам иметь образ Сына Своего, вот этот образ Иисуса Христа. Я хочу немножко с вами еще рассматривать вот эту трубу, понятие трубы. Сегодня очень много проповедников, очень много людей, которые говорят, что они пастыря, учителя, апостолы, пророки, евангелисты. Я согласен, я согласен, я согласен с этим. Но понимаешь, мой дорогой человек, если ты вот эта труба Божия, я согласен, что ты труба Божия, но труба Божия готовится чеканно. Труба Божия готовится через огонь. Идет сильная переплавка. После этой переплавки эта труба выходит цельной. Над этой трубой Бог работает. Ты должен проходить через огонь. И если ты труба Божия, ты проходишь через этот огонь. Никогда, никогда не унывай, потому что Бог приготавливает тебя как свою трубу и имеет время, когда тебя будет употреблять. Ты не думай, что полностью в твоей жизни Бог будет периодически тебя употреблять от начала до конца. Посмотри на жизнь Иисуса Христа. Бог, чтобы приготовить эту трубу, Бог подготовил эту трубу за 30 лет. 30 лет Бог Иисуса Христа, как человека на земле, подготавливал к этой жизни, чтобы он как труба Божия трубил, чтобы люди подходили и принимали Бога. Посмотрим на предшественника Иисуса Христа, на Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, согласно Писании, 6 месяцев был старше Иисуса Христа. И когда Иоанн Креститель начал свое служение, через 6 месяцев Иисус Христос начал свое служение. Потом приходят ученики Иоанна Крестителя к Иоанну и говорят, что тот, который был и о котором ты свидетельствовал, что он тот, который за тобой должен был прийти, сейчас он там крестит, хотя и он не крестил, а ученики его, и многие идут к нему. Иоанн ответил так. Он есть тот, который должен был прийти, он есть женых, и я, значит, должен умоляться, но не умоляться, ему возрасти. То есть он говорил и показывал, что он уже исполнил свое шествие. Сколько же он исполнил свое шествие? Шествие свое исполнил, допустим, полгода. Потом, допустим, вместе с Иисусом Христом еще полгода или год, полтора года. Скажите мне, неужели это не видно, что 30 лет Бог подготавливал Иоанна Крестителя на год или на полтора служения? Да. А потом его в тюрьму, потом отрубили его голову, казнили его. Теперь посмотрим на Иисуса Христа. 30 лет Бог подготавливал Иисуса Христа, и потом, сколько он действовал? Три с половиной года. Сколько же Бог будет тебя употреблять? Если ты ученик Бога Живого, я согласен. Если ты готовишься, как труба Божия, и проходишь через огонь, я согласен. Но когда и где Бог тебя будет употреблять, это решаешь не ты и не кто-то другой, а сам Бог. Не волнуйся, не беспокойся, никогда не задумайся об этом. Просто дай Духу Божию подготавливать тебя. Тогда вот ты будешь прозвучать, и людям Бог будет давать способность и возможность слушать и распознать этот звук трубы. И они будут открывать свои сердца. К сожалению, могут быть и люди, которые будут закрывать свои сердца. Как написано, что мы есть Христово благоухание. Для одних живительный на жизнь, для других смертоносный на смерть. Да, однако ты Божия труба и благоухание. Это можем называть даже благоухание смерти. Почему? Потому что именно в этой части смерти есть не только погибающие, но и спасающиеся. Они умирают для мира сего. Это называется ты благоухание смерти для этого человека. И они оживотворяются для Бога. Это значит ты благоухание жизни для многих, которые подходят ко Христу, к Богу, чтобы спасаться. Слава Господу за тебя. Но ты сам, как человек, никогда не торопи время. Никогда. Когда Авраам захотел торопить время и хотел получить наследника, получил грех и получил удел, который до сих пор один убивает другого. Как мы замечаем сейчас, значит, сектор Газа и Израиль и, значит, это самое состояние, в котором они убивают до сих пор друг друга. Два брата, два колена. Две, значит, направления, которые родились от Авраама. Потому что Исмаил родился и замечаем, что случилось потом в жизни Авраама после рождения Исаака. Если ты обостряешь ситуацию, если ты устраиваешь служение, если ты сам это делаешь, никакой пользы не будет, но за это тебе придется отвечать. Ты труба Божия. Через тебя Бог трубит. Никаких проблем. Но Бог, когда хочет, тогда должен трубить. Написано, что проповедуй вовремя и не вовремя. Да, это так, потому что написано, что приходит время, когда истинного слова принимать не будут, но люди будут окружить себя своими так называемыми проповедниками, которые лестили бы слуху их, а не будут говорить злестивые слова. Но я тебе уверяю, мой друг, мой дорогой брат в Господе, что если ты хочешь проповедовать, твоя проповедь должна рождаться в Боге. И Бог должен участвовать в твоей проповеди. Если Бог в твоей проповеди не участвует, оно, может быть, и принесет плода, но не такого, как хочет Бог. Почему? Потому что и пророков Бог употребляет, но порой, когда Богу нужно, Бог дает пророчество и через осла. Мы должны быть осторожны. Написано, что Бог употребляет не только их, но и камни. Если вы будете молчать, то камни сие возобьют. Да, Бог таков. Это и сказал Иисус Христос. Но здесь нужно просто быть с человеком, который не молчит, которого Бог в любое время и днем, когда он знает, что делать, и ночью, когда он не знает, что делать, он покоряется Богу, и Дух Божий, как хочет, его употребляет. Слава Господу за тебя, брат мой. Итак, юбилейная труба. Мы есть служители Нового Завета, не букви, а Духа. Юбилейная труба для того, чтобы людям объяснить и показать сердце Бога, каков Бог. И этот образ очень важен в тебе, потому что именно, во-первых, в жизни через тебя Бог показывает свое сердце. Только одна проповедь не поможет ничем. Но когда проповедью является и твоя жизнь, и твое шествие, то твоя проповедь становится совершенным. И только тогда Бог проставляется и уже влияет на людей для спасаемых душ, которые встречаются на твоем жизненном пути. Апостол Павел, как труба Божия, он трубил, и он пишет такие слова Тимофею. «Зная, чему ты научен и кем ты научен. Если кто-то повернется к тебе, то скажет, я научен от тебя. Ты можешь ли ему говорить, зная, кем ты научен?» А как понять, кем научен? Конечно, апостолом Павлом. Но апостол Павел в свою жизнь показывал, каким образом нужно иметь это служение. И чему ты научен? Потому что если это идет жизненное служение, идет и жизненное обучение. Так что человекам очень легко воспринимать это обучение, потому что там сразу идет и практическая часть жизни. Да поможет Господь, чтобы это было в твоей жизни. Да поможет Господь, чтобы все ерехоны, которые встречаются в твоей жизни, открывали нараспашку свои сердца, И они принимали Господа. Да поможет Господь, чтобы ты, когда встречаешься с головной тянемой, понимал, что не проклятие, а благословение на благословение давать им, чтобы понимать, что если сердце человек открывает перед тобою, то никогда нельзя этим игнорировать. Но сегодня еще замечаем нечто негативное, что когда человек прощает других людей, почему-то себя самого человек не может прощать. Это не есть труба Божия. Когда ты пастырь, когда ты пресс-фитер, если кто-то открывает свое сердце перед тобою, исповедуется в грехе, если ты даешь нормальное, правильное и правильное наказание, но нужен человек, который будет оставаться с человеком, который принял наказание. Они должны быть за станом или где-то. Если они будут находиться, значит, вне стана, тогда с этими людьми что случится? Звери полевые и всякие встречающиеся с ними будут их уничтожать, а самобичевание их так будет удручать, что они никогда не будут прощать себя за свой грех. Тогда нужно совершеннодействие, и священники нужны, которые могут общаться с этими людьми и этих людей привести, привести к израильскому народу, привести в общину, привести в церковь. Никогда нельзя этих людей оставить одинокими. Нужно постоянно совершеннодействовать в их жизни. Это называется жизненная проповедь. Вот именно эта труба Божия, которая не дает им покоя, но постоянно предупреждает о великом сердце Бога Живого, о любви Бога Живого. Но если в тебе, в твоих действиях нету...